Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим об искусстве. Искусство призвано служить источником радости и вдохновения для миллионов людей, выражать их волю и чувства и мысли, служить средством удовлетворения их эстетических потребностей и нравственного воспитания. Искусство украшает нашу жизнь, делает ее более содержательной и интересной. Кто же такие творческие люди? Этот вопрос волнует многих, так как большинство из нас хочет отнести себя к такой категории. Ведь творческий человек для многих звучит как комплимент. Сегодня мы начинаем цикл программ, в которых будем говорить о людях высокого искусства. Я думаю, будет интересно обсудить, чем они похожи на нас и чем отличаются. Стоит добавить, что творчество – это действительно важная составляющая нашей жизни. Сейчас речь пойдет не о художниках и их картинах, не о скульпторах и мастерах, а про искусство, которое ближе всего к нашей душе, с которым мы встречаемся каждый день о музыке. Все мы знаем великого композитора, который покорил сердца миллионов – Иоганн Себастьян Бах. Ему не было равных среди современников, как исполнителю. Однажды до него дошли слухи, что объявился некий Луи Маршан, игра которого настолько восхитила немецкую публику, и все твердили, что он затмил с собой всех немецких исполнителей. Но тут до короля дошли слухи о музыканте Бахе из Веймара, искусство которого якобы является вершиной мастерства. Иоганн Себастьян был вызван в Дрезден и допущен слушателям на концерт при дворе. На концерте Маршан сел за клавесин и выступил с одной из французских арий, дополняя ее блистательными вариациями. Публика разразилась громкими аплодисментами. Зрители были просто в восхищении от такой музыки. После выступления пригласили Баха опробовать клавир. Он сел за клавиши, и зал замер в удивлении, не зная, что ожидать от него. Иоганн Себастьян начал играть ту же композицию, что исполнял Маршан. Бах услышал ее в первый раз в жизни, что не помешало ему безошибочно повторить все вариации французского органиста и добавить собственные, более сложные созвучия. Историк Фридрих Марук писал, Маршан, который до сих пор не встречал среди органистов себе равных, был вынужден признать несомненное превосходство своего нового соперника. Ибо когда Бах взял на себя смелость пригласить его к соперничеству в игре на органе и набросал на листке бумаги, тему для импровизации, господин Маршан не только не явился в назначенное время к месту состязания, а счел благоразумным удалиться из Дрездена. Справедливости ради нужно сказать, что умер Бах в нищете. За год до смерти он совершенно ослеп, и последние произведения композитора записали под диктовку его родные. Лишь через сто лет музыка Баха была заново открыта, интерес к ней растет и по сей день. Где же похоронен великий маэстро? Достоверно не знает. Никто. Вундеркинд, игрок и Соня говорили про Вольфганга Амадея Моцарта. Этот удивительный человек уже с самого детства гастролировал по миру, что послужило нехватке настоящего детства. Он был настолько непредсказуем, что во время одного из концертов, увидев кошку, которая каким-то образом пробралась в зал, Моцарт бросился к ней для ласки и игры. В 14 лет, получив звание академика, подросток в ответ на поздравление отца попросил позволения немножко просто погулять. Но самой большой его страстью был сон. Он так крепко спал, то, чтобы разбудить его, надо было лишь сыграть аккорд. Композитор мгновенно просыпался и начинал импровизировать. Другими же способами его было невозможно поднять с постели. Также Моцарт страстно любил бильярд. За вечер он мог спустить весь свой гонорар, к слову, не маленький. На него в те времена можно было кормить среднюю семью в течение целого месяца. Привычка жить на широкую ногу не довела композитора до хорошего, что и впоследствии сгубило его. Хоронили его, как бедняка, в общей могиле. Несмотря на то, что сейчас музыка Моцарта звучит буквально отовсюду, и нет человека, который бы не знал этого великого имени. Гайден. Франц Иосиф. 30 лет служил Гайдену у венгерского князя Эстерхази, и 30 лет он оставался крепостным слугой. Несмотря на то, что композитор уже получил всеобщее признание, он должен был во всем подчиняться князю Эстерхази. Ни один из музыкантов не имел права вырваться на свободу, пока князь не покинет резиденцию. Не зная, что делать, они обратились за помощь Гайдену, и он нашел выход. В 1772 году к очередному празднеству он написал новую симфонию. Гости об этом были предупреждены заранее, и теперь они с нетерпением ждали начала концерта. И вот концерт начался. Все музыканты заняли свои места, звучала симфония, но вдруг, постепенно, один за другим музыканты начали уходить, и в конце в темном зале остался лишь густой запах свечного нагара. Один Гайден остался на сцене. Он победил. Князь понял намек и на следующее утро покинул свою резиденцию. Таким образом, дав музыкантам возможность отдохнуть от служения. Итак, это только начало нашего с вами пути в далекий мир искусства. А я буду благодарна вам за обратную связь. Мой почтовый адрес вы видите сейчас на своих экранах. Будьте здоровы и счастливы! До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!